Добрый день, уважаемые слушатели! В эфире Финам.ФМ. Программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. И сегодня мы разговариваем в эфире на тему рынка труда. Тема такая. Основные тренды рынка труда в России. На что надеются соискатели? Что ожидают работодатели? Тема актуальная, уважаемые слушатели. Я надеюсь, вы со мной согласитесь. Тема актуальная, тема важная. Тем более в нынешние нелегкие времена об этом стоит более детально поговорить. Проговорить с профессионалами. Кое сегодня в студии «Сухого остатка» я представляю моих гостей. Это Глеб Лебедев, директор по исследованиям «Хэтхантер». Добрый день, Глеб. Здравствуйте. Это Елена Гудович, старший консультант кадрового холдинга «Анкор». Добрый день, Елена. Добрый день. Ну что ж, давайте сразу без винников, собственно, начнем. Как можно оценить, ну, я думаю, можно использовать профессиональные термины, можно использовать, так сказать, обывательские какие-то слова. Как можно оценить рынок труда? Вот сейчас, в 2013 году, в июне месяце, летом, рынок труда, что с ним происходит? Рынок труда демонстрирует свое обычное поведение. После майских праздников люди как-то не очень активно пока шевелятся. И, скорее всего, лето будет относительно спокойным. И, действительно, какие-то активности, как со стороны соискателей, так и со стороны работодателей, мы увидим только в сентябре. Но, вообще, в принципе, весна была достаточно активная. И вот сейчас некий естественный для рынка период спада активности. То есть, мы говорим о спаде активности, исключительно ориентируясь на сезонный фактор, так называемый. Да, то есть, период отпусков, когда, с одной стороны, активность работодателей снижается в связи с тем, что сами кадровые работники уходят в отпуска. Но, при этом, следует понимать, что, конечно же, лето – это замечательный период для поиска работы, который связан с тем, что и многие соискатели уходят от отпуска. И, в результате, конкуренция на горящие места снижается. Понятно. То есть, в этом случае, если уж у тебя есть задача найти себе работу, нужно отказать себе в удовольствии, поехать в отпуск, отдохнуть. Ну, по крайней мере, есть велика вероятность нормальную работу себе найти. Лен, сезонность, она связана только с летним периодом? Или сезонность наблюдается и зимою, где у нас, как известно, тоже сейчас достаточно большой такой перерыв в работе? Ну, признаться, я за уже 10 лет работаю в рекрутменте, никогда не наблюдала эту летнюю сезонность. И всегда удивляюсь, когда мне клиенты говорят, что вот, наверное, сейчас спад, и нет никакого спада. Я его никогда не чувствую. Наоборот, как-то летом и кандидаты лучше приезжают на собеседование, и легче. Подождите, кандидаты лучше. То есть, лучшие кандидаты или охотнее? Охотнее, скажем так, да. Они как-то гибче к этому относятся. Ну, это может быть как раз, так сказать, то, о чем говорил, да, причина тому, о чем говорил Глеб, потому что лето, и есть возможность на хорошую работу найти. Да-да-да, возможно. Но вот какого-то такого ярко выраженного спада по запросам от клиентов или недохождению кандидатов летом мы не наблюдаем. Ну, и, видимо, с этим связано и то, что вы за эфиром сказали, что летом не собираетесь. Вот-вот. Лето для вас горячая пора, да, Глеб? Я понял. Хорошо, спасибо огромное. Значит, понятно примерно, да, что сейчас представляет себя. Рынок труда. Ну, а если поговорить о неких трендах, о неких тенденциях, да, это всегда интересно. Что наиболее востребовано, да, что пользуется популярностью, на что больший спрос? Вот эту информацию можно озвучить как-то, Глеб? Ну, в качестве тренда я хотел бы, наверное, первое, что вынести, оно касается даже не столько востребованности, сколько в общем состоянии рынка труда. Это растет доля вакансий, позиции, открытых для молодых специалистов. Извини, пожалуйста, под молодым специалистом мы кого понимаем? Мы под молодыми специалистами мы понимаем соискателей с опытом работы до года. Ну, это обязательно человек молодой должен быть? Нет, это не обязательно человек молодой, но в массе своей, то есть более 80% это, как правило, выпускники, люди до 25 лет. Это специалист в какой-то области, да, но у него не такой большой опыт. Вот он молодой специалист. Да, да, да. Почему это очень важно? С одной стороны, это демонстрирует позитивное настроение на рынке труда. Например, в 2009-2010 году доля вакансий для молодых специалистов сократилась в 5 раз. То есть работодатель не был готов нанимать на работу специалистов продуктивность труда, которых они не могли прогнозировать. Сейчас же ситуация другая. Это последствия кризиса, да, то, что было в 2009-2010 году? Да, да, да. То есть работодатель максимально пытался снизить свои риски. Сейчас же есть понимание у рынка, что если сам рынок не воспитает молодых специалистов, ну, хороших специалистов, то очередного витка зарплатной гонки не избежать, ведь придется перекупать у соседа. А тех товарищей, которых перекупают, уже не так много, в принципе, осталось. Да, 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 да. И вот это, наверное, тот тренд, о котором я хотел сказать в первую очередь, потому что он такой, как бы, он образующий рынок, потому что рано или поздно эту проблему придется решать. Это не проблема России, да. То есть это глобальная, да? Это глобальная проблема. В любой стране, если посмотреть цифры по безработице, безработица среди лиц до 25 лет, как правило, от трех до пяти раз выше, чем в среднем. То есть это для всех стран, для всего мира проблема. Другое дело в том, что кто-то более эффективно борется с этим, кто-то менее эффективно. Ну, вот мы видим, что в последнее время все больше и больше активности в этом направлении. Именно в направлении поиска молодых специалистов. Лен, как вы справляетесь с этим? Действительно вы ощущаете, да, дефицит молодых специалистов? Кстати, на самом деле я, наверное, добавить хотела, потому что вот этот кризис, который был у нас, он сильно повлиял на завышение требований к кандидатам. И, как следствие, ну, они могли себе позволить взять людей намного выше по профилю, потому что, ну, действительно, им некуда было идти. Они готовы были снижаться и на несколько ступеней вниз, и по зарплате, и по статусу. Они сейчас, если можно... Это кандидаты. Это кандидаты. Да. Клиент, наоборот, ну, как бы работодатель завышал требования, потому что мог себе позволить выбрать из огромного количества людей того, который максимально соответствует. Это последствия кризиса. Это последствия. Они ментально очень сложно перестраиваются. То есть то, что вот сейчас отмечается открытие новых позиций маленького уровня, низкого, это здорово, потому что вот ментально сложно было работодателям перестроиться, что вот они могли позволить себе взять на позицию, там, ну, не очень высокого уровня, достаточно профильного кандидата. Сейчас все-таки рынок стал кандидатским, и поэтому нужно отходить от этой структуры, и нужно смотреть шире, смотреть с меньшим опытом, с меньшими знаниями. И вот как раз то, что сейчас демонстрирует рынок, это очень, ну, мне кажется, правильно. Наконец-таки мы приходим к тому, что мы ищем достойных, соответствующих позиций людей, а не каких-то заоблачных, да, запридуманных работодателям. Я понял, я понял. Вот это основная тенденция, основной тренд. Но, если позволите, сразу же но. Мы говорили о том, что был кризис восьмого года, да, потом, естественно, какое-то время потребовалось, да, чтобы рынок труда нащупал опору, перестроился, и вот сейчас, да, он должен таким, на ваш взгляд, по крайней мере, тоже он должен как-то переориентироваться. А нет ощущения, что идет новый кризис, и все заново, Глеб? Очень популярный вопрос, и я на него отвечаю, наверное, каждый месяц определенное количество раз. Сейчас, исходя из того, как ведет себя рынок, таких ощущений нет, потому что количество вакансий стабильно растет, количество резюме тоже ведет себя достаточно стабильно и предсказуемо. Некие намеки были в 2012 году, когда мы в очередной раз убедились, что рынок труда – это не столько отражение ситуации в экономике, сколько отражение настроений в экономике. Ожиданий каких-то. Да, насколько работодатели, предприниматели, люди, которые дают работу, видят свое будущее, насколько они готовы открывать новые направления, расширять штат. И вот весной того года, ну, это преддверие президентских выборов в том числе… Весной 2012 года. Да, весной 2012 года. Это в том числе и волна негативных новостей из Европы. Мы прям видели, что тот момент, когда должен рынок расти, он взял паузу. Просто вот не открывается новых вакансий, по сути, идет замещение старых. Прошла негативная волна, прошли выборы. Май – время, когда обычно идет спад из-за тищи. И тут же количество вакансий выстреливает, потому что все понимают, что деньги зарабатывать надо, для этого нужны люди. И все… у всех кризис пропал. Да, все вопросы отпали. Ну, наверное, это логично, да? То есть, вот события значимые дождались его результатов, выдохнули, ну, наверное, да? Кто-то, может быть, радостно, кто-то не очень. Но, тем не менее, вопрос решенный, да? Надо жить дальше, надо двигаться дальше. И, собственно, все пошло в этом направлении. Да, Лена, так можно это оценить? Мы тоже самое наблюдаем. Это такой достаточно осторожный рынок. То есть, нет активных каких-то прям взлетов, нет падений, нет ярко выраженных сокращений. Бывают какие-то изменения структурные, но это не связано никак с экономической ситуацией в целом. Это, скорее, какие-то внутренние ситуации в компаниях. Поэтому вот какого-то такого ярко выраженного негативного влияния какого-то будущего кризиса мы не ощущаем абсолютно. Не ощущаете. Да, здесь еще маленькая ремарочка, что восьмой год многих не учил осторожности. Поэтому, если даже какая-то ситуация будет развиваться, негативная, скорее всего, ее последствия будут не такие массовые, не такие глубокие, как были в 2008 году. Потому что... Ну, с точки зрения рынка труда, да? С точки зрения рынка труда. Какие последствия? Начали массовые увольнения, начались массовые увольнения? Да, начали. То есть, сокращение количества вакансий будет не такое активное. Более работодатель, скорее всего, его будет держать открытыми вакансии, понимая, что и будет возможность подобрать с рынка интересных кадров. В том числе, да? То есть, причем эти кадры, скорее всего, придут не со стабильных мест, а с проектов, которые были открыты в неудачное время. И потом тут же закрыты, чтобы не показывать убытки. Вот. Поэтому, в принципе, даже если что-то и случится, рано или поздно все равно случится, вот эти последствия будут не такие значительные. Здесь еще важный момент, да? Вот то, что я услышал из твоего объяснения, что работодатель, имея опыт уже кризиса восьмого года, он и даже кризисные какие-то явления в свою пользу переворачивает. Он говорит, вот сейчас может тряхануть, и я, пользуясь этим, могу себе и специалиста получше подобрать. Да, совершенно верно. Я понял. Хорошо, хорошо. Значит, сейчас мы с вами прервемся, мы послушаем новости на Финам.ФМ, а потом продолжим наш эфир. Итак, друзья, мы продолжаем наш эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в гостях Глеб Лебедев, директор по исследованиям Хэдкаттер, и Елена Гудович, старший консультант кадрового агентства Анкор. Мы говорим сегодня о рынке труда Российской Федерации. Кстати, если не возражаете, уважаемые гости, мы бы могли поговорить сегодня о рынке труда не только Российской Федерации. Я думаю, тоже может интересно, но как минимум в точке зрения сравнения. Потому что Глеб говорил о том, что великий уровень безработицы у молодежи до 25 лет. Если говорить об этом с точки зрения Европы, известные цифры, что в Испании, например, уровень безработицы среди молодежи достигает 50%. Это, конечно, достаточно серьезная цифра. Катастрофическая, я бы даже так сказал. Ну что ж, еще раз повторю. Основные тренды рынка труда в России сегодня мы обсуждаем. На что надеются соискатели, что ожидают работодатели. Очень отрадно было от вас услышать, что, в принципе, несмотря на очевидное замедление российской экономики и витание в воздухе вот этого ожидания нового кризиса, боже мой, что будет, как дальше жить, это все-таки не отражается никак на вашем бизнесе, как минимум, ну и, соответственно, на позиции и работодателя, и соискателя. Следующий вопрос у меня будет к вам такой. Что сейчас наиболее востребовано, если говорить уже об отраслях? На что больше вакансий или кто, так сказать, преобладает на рынке дурадов с точки зрения предложения, Глеб? С точки зрения востребованности, начнем, да? Здесь нужно понимать, что бывают люди, профессии, которые востребованы в большом количестве, и их, в принципе, более-менее достаточно на рынке. Но, предположим, это административный персонал, это бухгалтерия. А бывают люди, бывают позиции, которые, может быть, не столь востребованы в абсолютном выражении, да? Но есть дефицитность этих сотрудников. То это, например, такие категории, как рабочий персонал, это такие категории, как IT-специалисты. При этом есть один, не сказать, чтобы очень отрадный факт. Для соискателей отрадный, а для работодателя он такой более грустный, что даже несмотря на, что есть такие профобласти, скажем, назовем их перенаселенные, такие как экономика, юриспруденция. Извини, пожалуйста, стоит вспомнить, да, некоторое время назад молодежь, которая мечтала получить профессию, или там выпускники вузов, говорили, вот я пойду в бизнесмены, я пойду в юристы, в адвокаты. Совершенно верно. То есть вот перекос-то отсюда, я так понимаю. Да, да, да. Даже в этих сферах, где достаточно большое количество, большое предложение рабочей силы, работодатели жалуются на отсутствие высококвалифицированных сотрудников. Поэтому, когда вот тоже очень такой популярный запрос, кем мне стать? Если тебе нравится, чем ты занимаешься, иди туда, чем тебе нравится. Потому что высококвалифицированных специалистов, особенно если это узкий специалист, их не хватает. Что юриспруденция, что экономика. Любую профобласть возьми, работодатели за ними гоняются. И откуда мы это видим? Мы это видим иногда из парадоксальных ситуаций, когда мы берем какую-то узкую позицию и смотрим, сколько работодатель предлагает и сколько соискатель хочет. Обычно эти цифры различаются на 10-20%. Работодатель предлагает, например, 100 тысяч, соискатель хочет 120. А вот на этих позициях высококвалифицированных мы видим обратную ситуацию. Работодатель предлагает, например, 150, а соискатель хочет 120. Что нам напрямую говорит о том, что работодателю нужны крутые и хорошие, а соискатели есть только средние. Он сам даже не уверен, я так понимаю, в этой ситуации. Да, он просто понимает, что за его навыки, за его способности столько просить много. Да, и здесь вот как раз такой момент, что если средненьким быть, то, наверное, айтишники сейчас очень неплохо получают. А если быть хорошим специалистом, то, ребят, выбирайте то, что действительно вам нравится, то, чем вы будете заниматься и хотите быть там лучшим, и будьте. С удовольствием, да, да. То есть, ну, прежде всего, наверное, это логично, да, то есть человек добивается успеха профессионально, да, если действительно отсюда идет. Это не сверху, никто тебе не приказал. Мама сказала, будь доктором, да, я, Лена, что-то хочешь добавить? Классическая история, да. Почему выбрали? Потому что мама бухгалтер, да, и я хочу быть бухгалтером. А я добавить хочу вот к этому. Давай добавь, и мне вот еще очень хочется узнать. Мы говорим о профессионализме сейчас, да, вот по каким критериям вы, как непосредственно люди, участвующие в этом процессе, оцениваете профессионализм. Ну, добавь вот то, что хотелось бы. Вот добавить по поводу дефицита. Я просто недавно у нас делала исследование достаточно интересное относительно того, что очень не хватает индустриальных людей, которые еще на моменте обучения в институте 40% принимают решение, что они не хотят работать по профилю, потому что это невыгодно экономически для них. То есть их ожидание порядка в два раза выше, чем может предложить рынок труда на сегодняшний день. Поэтому там инженеры какие-то узкопрофильные, интересные нашему рынку труда люди уже на этапе институтов, и то не все далеко туда пошли. Многие идут в гуманитарные вузы, потому что на этапе выбора института они принимают решение, что это будет проще найти работу, таких предложений больше, денег больше. И те, кто пошли уже даже идти, те, кто пошли уже в индустриальный вуз, в итоге 40% только уже принимают решение не работать по профилю. В этом случае можно сказать, что вот эти профессии, они востребованы и не хватает специалистов? Не хватает абсолютно. И это вообще на российском уровне надо решать, потому что вообще престижность профессии не слишком высока для того, чтобы это, ну, нужна какая-то многоуровневая программа, мотивирующая людей идти в это. Я бы даже проблему обозначил несколько выше. Всего, вот тоже, да, вот такая цифра. Всего треть людей работает по специальности. Когда поднимается вопрос, то, что в России низкая производительность труда. Ну, скажите мне, откуда она будет высокой, если две трети людей, в лучшем случае пять лет, тратят на одно, а занимаются другим. То есть им не дается образование для того, чтобы заниматься тем, чем они потом занимаются. Они даже эти пять лет просто тратят непонятно на что. И вот эта вот парадигма в необходимости иметь корочку с высшим образованием, она, конечно, дает о себе знать, что эти пять лет очень часто тратится вообще непонятно на что. И человек подрабатывает, чтобы получить корочку, и не учится, и не работает. Ну, понятно. Ну, смотрите, опять, извините уж, я буду вспоминать там, да, годы, может быть, далекие. Но в свое время, да, еще при советской власти, действительно, необходимо было иметь корочку. Ну, просто потому, что это было, без нее было неприлично. Ну, и устроиться на работу, да, без корочки было сложнее. Но мне кажется, сейчас ситуация иная. Ты приходишь на работу, и тебе обязательно корочка о высшем образовании требует, да, Лена? Ну, вообще, да, конечно. Ну, то есть, если говорить про не технические специальности, а где необходимо, ну, в основном, да. Ну, мне кажется, уровень высшего образования, ценность его несколько упала, мне кажется. Конечно, конечно. И высшее образование почти у всех, это считается нормой на сегодняшний день. Это не, ну, вот если раньше действительно было средне-техническое образование, и большая часть людей шла, получала, и на этом останавливалась, то сейчас, ну, вот высшее образование, уровень вузов, к сожалению, не всегда достаточно хорош. И уровень знаний, и не всегда этот диплом. То есть, можно сказать, что диплом о высшем образовании, да, сейчас некоторых вузов соответствует тому, что раньше было, да, там, средне-специально. Возможно, даже ниже. А может быть, и не. Здесь уже, наверное, да, мы можем вернуться в сферу проблемы образования в целом, да, профессионально. К сожалению, она вообще не отрывна от рынка труда. Объясню, почему. Вот вы сделали отсылку к тем далеким годам, и, наверное, причина в тех далеких годах. Тогда заказчиком образования, потребителем образования и контролирующим органом образования было одно лицо. Государство. Оно знало, сколько заводов, сколько людей надо, чтобы эти заводы обслуживать. Оно знало, что завод стоит в Новосибирске, значит, открываем вуз в Новосибирске. Соответственно, вопрос мобильности населения тоже не стоял остро. Что сейчас? Мы периодически так или иначе пересекаемся с руководителями вузов. И, например, недавно был разговор с одним из вузов, которые сказали, а вот от нас, Министерство обороны, им очень нравится, как мы готовим специалистов. Министерство обороны. Да. Вуз один из ведущих в России. И возникает вопрос, а вот почему коммерсантам не нравится? Но, ребят, Министерство обороны одно. Оно может сказать, вот мне нужно, чтобы знали отсюда и вот отсюда. Все, единый стандарт. Коммерсантов много. И вот пока у нас не будет решен вопрос наличия обратной связи, на Западе, между прочим, вторым или третьим источником доходов вуза является связь с работодателями, которые так или иначе тратят деньги на общение с вузом, то есть на различные программы, на то, что вуз, по сути, для них очень часто является неким рекрутинговым агентством. Поставщик, да. Да. То есть, и поэтому эта связь потребитель-производитель, она налажена и есть четкая связь. Пока у нас такого нет. У нас контролирует государство, заказывает государство, опотребляет коммерческий сектор. И в результате у нас такая вот ситуация, что выходим на работу, забываем все, чему вас учили, и начинаем учиться заново. Ну и техническое оснащение вузов тоже не всегда высокое, недостаточно высокое. И вот если говорить о IT-специалистах, мы тоже наблюдаем вот эту сложность, когда программисты какие-то, ну вот я не очень в этом экспертна, но вот насколько я знаю, Java, C++, да, там совсем вот плохо с кадрами, потому что наши вузы не могут подготовить достаточно высоких специалистов, ну много специалистов, потому что у них нет как минимум экспертов и технического оснащения для того, чтобы подготовить. Ну, может, это такая узкая специализация, и, наверное... Ну, тем не менее, это... Скорее, для Java и C++ там не очень сложно, потому что, в принципе, там человек, который может купить себе за 10 тысяч нетбук, он закроет это. Скорее, это, наверное, ближе к индустриальному, когда нужны вот стенды, да, вот, то есть вот, ну, например, трамвайная техника. Вот я совсем беру. Я знаю то, что есть крупные работодатели, которые взяли колледжи, поставили туда, я образом говорю, распиленный пополам трамвай. Вот, ребят, тренер... Да, его на примере показывают. Да, но, к сожалению, это единичные примеры, и скажите мне, кто-нибудь вообще вот видел социальную рекламу, направленную на популяризацию, там, например, тезис какого-нибудь «Все профессии важны, все в профессии нужны». Нет, мы видим какие угодно проблемы, но не те, которые связаны на пропаганду каких-то подходов с решением проблем рынка труда. Я не знаю, почему... Глеб, прости, пожалуйста, мы сейчас прервемся, новости на Финам.ФМ, а потом продолжим. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем эфир «Сухой остаток» на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня обсуждаем тему рынка труда в России. В гостях Глеб Лебедев, директор по исследованиям «Хэдхантер» и Елена Гудович, старший консультант кадрового холдинга «Анкор». Важную тему, на мой взгляд, мы с вами подняли, уважаемые гости, это здорово. Профессионализм, да, профессионализм, невозможность, точнее, этого профессионала вырастить непосредственно. Глеб, продолжай, пожалуйста. Замечательный пример с трамваем. К сожалению, вот не видно системной деятельности стороны государства, потому что можно сколь угодно готовить программы, внедрять их сверху, но без идеологической поддержки снизу, без того, чтобы само население разделило некие идеи, которые помогают развиваться рынку труда, сделать это будет невозможно. Также одной из проблем, которая заявляется, это низкая мобильность трудовая. То есть, образно говоря, где я родился, там и пригодился. А если не пригодился, что делать? Да, если не пригодился, сидишь, жалуешься на жизнь и ждешь, когда же государство решит за тебя эту проблему. Но, опять же, возвращаясь, мы можем увидеть какую угодно социальную рекламу, но я никогда не видел широких масштабных компаний, направленных на культивацию мысли, что за работой нужно ехать, нужно не бояться менять место жительства. Какие-то федеральные программы во время кризиса запускались, но это напоминало какую-то горячку, когда вот поняли, вот этот вопрос надо решать, давайте вот запустим, а там посмотрим. А целиковой, цельной именно стратегии и видения развития и решения проблематики в целом, рынка труда, к сожалению, не видно. К сожалению. Ну, я тут хотела бы еще часть ответственности переложить и на работодателя в том числе, потому что мотивация людей к переезду, она, ну, не только вот хорошей позиции. Мне кажется, тут еще нужно какую-то предложить идею, что это не просто будет позиция, мы оплатим переезд, мы оплатим проживание какое-то время, что многие компании сейчас уже делают, но не очень активно, не так активно, как хотелось бы, потому что действительно в России достаточно много хороших специалистов, но мы не можем их заинтересовать, потому что, ну, такой сдерживающий фактор – это семья, это там, либо, если это молодые специалисты, это родители, которые не готовы отпускать в другой город, неизвестно, где, как он там будет жить, это непонятно, либо это уже там семья, там, жены, дети, мужья. Ну, и потом опять взвешенное такое состояние, да, я переезжаю на сколько, на год, на полтора, навсегда я переезжаю, значит, мне надо менять квартиру, мне надо обустраиваться, и, боже мой, сразу такое количество проблем, что я буду сидеть и ждать там действительно кто-нибудь мне помогает. Ну, если работодатели будут брать на себя какую-то инициативу в этом вопросе и предлагать хороший компенсационный пакет, это, ну, как минимум, хотя бы три месяца поддерживающие оплату риэлтор, поиск жилья, билеты, потому что одно дело он из соседнего региона приезжает, а другое дело, там, из Дальнего Востока в Москву, ну, да, и билеты одни будут стоить, там, социальная программа в плане помощи трудоустройства родственникам, что в Европе, насколько я знаю, распространено, у нас, ну, вообще это никак. О них не вспоминают даже, да, хорошо, если вспомнят непосредственно работники, а какие уж родственники здесь? Ну, там, страховки, опять же, медицинские для родственников в том числе. То есть это действительно, ну, если это будет в комплексе подходить к этому и работодатель, то в умах у людей начнет зарождаться эта гибкость. На самом деле, на сегодняшний день уже чуть-чуть мы видим этот... Ну, опять, Лен, смотри, вот эта инициатива работодателя, она чем мотивирована? Ему нужен специалист. И если он действительно нужен, он разобьется в лепешку, что называется. Он предложит одно, и второе, и третье, и жене, и тёще, да, и только переезжай. Ну, вот в том-то и дело, что пока ментальность такова, ищем, а кому надо, тот приедет. Вот, ментальность менять нужно, ну, и работодатель. Но, ну, мы тут делали тоже исследование на эту тему, 70% топ-менеджеров даже не получали предложение о релокации. То есть им даже её не предлагали, возможность её-то переехать. Они, может быть, бы и переехали, но к ним даже никто не выходил с этим. Поэтому вот все ищут... Ну, тогда подожди, тогда позиция работодателя такая, что, ну, хорошо, там хороший специалист, но я найдусь здесь, зачем мне суетиться? У него оправдана эта позиция? Мы же начали с того, что сейчас немножко эта точка зрения-то меняется, да? Да, эта позиция в большинстве случаев оправдана. Объясню, почему. Если компания приносит прибыль, то создание некого проекта, который требует релокации большого количества сотрудников, связано с большими рисками, что проект не пойдёт, а содержать людей придётся. И просто так ты их... Соро-хожество, да? Да, да, ты их никуда не денешь. Поэтому ведут себя очень консервативно. Здесь нужно понимать, что, конечно же, работодатель тоже должен участвовать в этом направлении, в работе с этим направлением. И самое главное, что он участвует. При этом он участвует не только материально, а сейчас крупные работодатели ведут проекты, связанные с тем, чтобы узнать, как людей релацировать, при этом делая упор на неких нематериальных стимулах, получение нового опыта, возможность посмотреть страну и прочее. Но здесь нужно понимать, что... А, кстати, извини, пожалуйста, насколько они убедительны, эти нематериальные стимулы? Вот я опять на себя, если переворачиваю, мне сказали бы, давай переезжай на Дальний Восток, посмотришь страну. Я бы не поехал, если честно. Здесь всё очень индивидуально. Молодые специалисты более-менее ещё как-то на этом могут. Да, мобильные. Если, конечно, у человека есть семья, то здесь уже на первую очередь... У него якорь уже, конечно. Да, материальные стимулы и прочее. Здесь ещё такой важный момент, что, как это ни парадоксально, государство, которое декларирует экономический рост, а вроде как мы говорили о том, что у нас будет увеличение, у нас будет экономический рост, экономика будет расти, и оно должно понимать, что именно государство заинтересовано в увеличении прибыльности и создании инфраструктуры для увеличения прибыли компаний. А вот без мобильности... Конечно, в итоге на чём экономический рост будет зиждеться-то, да? Да, а то иногда получаются достаточно интересные случаи, когда строится план развития региона, и всё, всем нравится, то есть его уже практически утверждают, а потом выясняется, кто-нибудь встаёт и спрашивает, ребята, а здесь вот мы посчитали, рабочих мест нужно в два раза больше, чем население нашей республики, что будем делать? Да, да, вот, вот. Смешные, смешные примеры, конечно. Но, к сожалению, да, это реальности наши. Лен, давайте, Глеб, вернёмся к разговору о профессионализме. Теперь уже с вашей точки зрения, да, вы непосредственно работаете с разных сторон, с точки зрения работодателя, с точки зрения соискателя, вот. Этот хочет, как Глеб уже рассказывал, да, хорошего, замешанные деньги, а я на самом деле хороший, но у меня уже денег больше. Как объективно оценить, насколько я хороший? Ну, да, тогда нужно понимать, какие хорошие критерии ищет работодатель, то есть... То есть он выставляет, да, эту собраться? Ну, в нашем случае, да, ну, то есть к нам приходит клиент с определённым видением того, какой хороший им нужен кандидат, и мы это хорошее уже пытаемся в какие-то ощутимые, оценимые критерии перевести. После этого эти критерии мы, ну, то есть некий набор компетенций мы пытаемся, ну, точнее, не пытаемся, мы выявляем на собеседовании, там, рядом методик, которые владеем. Ну, это не просто, я так предположу, тем более, что, опять-таки, я предположу, Глеб, что не всегда работодатель, да, реально понимает, что за специалист ему нужен. Вот хорошее такое слово, работодатель, сразу непонятно, о ком, о чём, да. Работодатель бывает разный. Если мы говорим о собственнике экономически эффективном, то, как правило, эти люди знают, кто им нужен. По сути, людей можно разделить позиции на два типа – функционеры и люди, делающие результаты. И те, и те в компании нужны. То есть ярким примером функционера может быть бухгалтер. Он делает чётко по закону, делает отсюда до обеда, всё, вот пример функционера. Пример человека, делающего результаты – это, наверное, менеджер по продажам. Продажник, да, да. Работодателю в большинстве случаев, берём уж совсем уж не будем, страшные случаи брать, без разницы, как селс продаст. Как он это делает? Да, ему самое главное, чтобы товар продавался, и клиент был доволен. И поэтому здесь совершенно разный подход к оценке, кто такой профессионал. То есть для кого-то профессионал – это человек, делающий за определённый промежуток времени меньше всего ошибок. Потому что, например, это сфера законодательства или ещё что-то. Для кого-то это человек, который в условиях неопределённости всегда выдаёт результат, потому что обладает гибким умом. И поэтому здесь, конечно, когда вы идёте к работодателю, я вот хотел бы, пользуясь случаем, дать совет всем слушателям. Поймите, почему работодатель должен вам платить денег, то есть какую вы ему даёте ценность. И попробуйте в себе вот эту ценность найти и обосновать. Не с позиции «у меня квартира, ребёнок и ипотека, поэтому мне нужно 150 тысяч». Анекдот такой есть, да? Почему так дорого? Деньги очень нужны. Почему так? Вот. И поверьте, вот первые разы это кажется очень сложным. Но постоянно подходя к себе с таким подходом, вы увидите, что эффективность переговоров, она будет всё время возрастать. Ну смотри, я с тобой абсолютно согласен, это замечательная точка зрения. И тем не менее, смотри, для того, чтобы я объективно себя оценил, я должен себя сравнить с кем-то. А как это сделать? Наверное, лучше сравнить не с кем-то, а с тем, что нужно вашему работодателю. То есть не надо сравнивать с другими людьми. Ну вот смотри, вот опять, если, так сказать, использовать луиху Глеба. У меня квартира, ипотека и там ещё что-то. Тёща, да, болеет. Мне нужно столько денег. Но с другой стороны, да, мне можно столько не дать денег, потому что я как профессионал этих денег не стою. А вы ответили, вы на самом деле уже ответили на свой вопрос, потому что я как профессионал этих денег не стою. Заходите, смотрите, а кому даются только деньги. Вот, 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 да, а сколько я стою, кто этот профессионал уже стою? Заходите на любой крупный рекрутинговый портал, ну, например, на HeadHunter или даже вот Concorde на сайт, и смотрите, а кому же платят? И поняв, кому платят, какие компетенции нужны, у вас уже будет цель и понимание, куда вам двигаться. Ну, вообще вопрос на тему того, что я должен сделать, чтобы изменить ситуацию. Человек, который себе задаёт, он как-то приходит к тому, потому что подход мне нужно, и вот я иду, ну, мне нужны деньги, и поэтому я пришёл на собеседование. Он, ну, в корне неверный, потому что, ну, вот, то, о чём мы говорили изначально, человек должен любить то, что он делает. Если он любит то, что он делает, делает это качественно, то компания готова платить за это хорошие деньги. Ну, то есть тут от обратного должно быть. Ну, вот, к сожалению, эти случаи встречаются, когда человек приходит на собеседование. Это правда, это практически 70%. Да, особенно грешат этим молодые специалисты, которые сразу хотят каких-то неменяемых денег. А почему? А потому что у меня... Ну, я так понимаю, это как раз вот ваши, да, ваши работы, да, приходят люди. Ну, тут вопрос презентации, да. Тут и не всегда... Ну, то есть мы это оцениваем, потому как человек это до нас доносит. Не всегда это очевидно, может быть, действительно для него нужны деньги, ну, для него это и приоритет, и обязательный, важный момент на сегодняшний день. Но он говорит о том, что это рост, это развитие, и он искренне это говорит. Если он все-таки, позиционируя себя на собеседовании, ставит приоритетом не финансовую мотивацию, а именно функциональную перспективу, участие в каких-то интересных проектах, то он интересен работодателю, потому что его не перекупят завтра за лишние 5 тысяч, он не уйдет. А если он позиционирует себя как все-таки финансовая сторона вопроса, доминирующая... Это еще очень важный, важный тенденц, который затронули. Все чаще работодатель работает с нематериальной мотивацией. И в первую, ну не в первую, в том числе это связано с двумя направлениями. Направление номер один – IT, так как, по сути, действительно в IT люди делают все. И второе направление – это развитие розничных сетей, ритейлы, которые настолько воюют за персонал, и где действительно дело не только в качестве. У IT-компании очень важно именно качество человека, не его количество. Но количество тоже. А вот... Глеб, извини, пожалуйста, очень интересная тема вот этой нематериальной мотивации. Мы сейчас о ней поговорим, но послушаем новости на Финам.ФМ, а потом продолжим. Ну что ж, уважаемые слушатели, продолжаем, а точнее заканчиваем сухой остаток. В эфире Финам.ФМ. Последние 12 минуточек у нас осталось. Я напомню, сегодня мы говорим о рынке труда в России, выделяем основные тренды. И о специфике, естественно, тоже много говорим. У меня в гостях Глеб Лебедев, директор по исследованиям Headhunter, и Елена Гудович, старший консультант кадрового холдинга Ankor. Нематериальная мотивация, это замечательно. Я бы предположил, может быть, некая новая такая парадигма российской действительности, Глеб. Как давно это возникло? Нематериальная мотивация, парадоксальная созвучие для меня. По-настоящему она стала популярным всего несколько лет назад. Мы занимаемся этим уже годами, популяризацией этой темы, потому что, на наш взгляд, те условия, в которых человек работает, это действительно важно, это влияет на результат работы компании в целом. Потому что, по сути, это определяет готовность человека отдаваться процессу работы. И сейчас локомотивом этого направления выступает IT-компания и IT-компании, и компании, которые заняты сферой ритейла, которым важно очень много набирать сотрудников, и при этом они не могут предлагать очень высокие зарплаты. Но им важно, чтобы к ним шли. И здесь, конечно, каждый во что гораст. IT-компании, как правило, делают упор на каких-то эксклюзивных условиях работы, в то время как ритейл скорее говорит о том, что у нас можно научиться, у нас коллектив, у нас старт карьеры. И мы постоянно видим, что все больше и больше компаний включаются в эту деятельность и пытаются у себя, кто-то удачно, кто-то не совсем удачно, но все-таки приходят к пониманию, что это направление надо развивать. Вот если мы говорим о этом направлении, что касается IT-шников, эксклюзивные условия работы, как они выглядят, мне очень интересно. Это удаленный доступ какой-нибудь, да, работает дома? Это одно из, но самое, наверное, потрясающее, это офисы, которые они делают, да, это вот отношения, это комнаты отдыха, комнаты для массажа. То есть ты пришел не на работу, а ты пришел куда-то, да, в салон какой-то красоты, ослабляешься, и вроде бы еще и работаешь. Вы знаете, это здорово, но есть более потрясающие примеры, которые связаны не с попыткой поразить воображение, а с попыткой понять человека. Одна из компаний, специально российская, открыла офис в Германии, куда набирают людей из России, потому что есть отдельный контингент крутых специалистов, которые хотят уехать из России, чтобы попробовать пожить за границей. И они поняли, что вместо того, чтобы этих людей терять и пытаться конкурировать, стоит пойти навстречу этим людям и дать им возможность пожить, не минимизируя их риски. Это один из, мне кажется, фантастических примеров действительно попытки понять человека и создать ему классные условия. Ну, более такой сбитый пример – это съем, например, виллы в Таиланде, на каких-то островах. Это все мы об айтишниках говорим, потому что им проще. Да, и, соответственно, есть команды. Та команда, которая обосновывает, почему ее проект самый крутой и почему им нужно уехать, чтобы их никто не отвлекал, и там сжатый срок или еще что-то, те отправляются вот на эту виллу и в условиях райского острова выдают результат. Здорово, здорово. Ну, я предположу, что и результат-то действительно, да, он ожидаем здесь больше, потому что люди настолько действительно мотивированы, да, настолько в таких тепличных, в прямом и переносном смысле условиях находятся, что... Да, просто действительно работодатель создает условия, чтобы человек работал. Он не думал об отдыхе, да, он за него думает об отдыхе. Совершенно верно. Он за него думает обо всех возможных условиях. Работай. Остается только работать. Зарабатывай мне деньги, а я тебе устрою райскую жизнь. Совершенно. Здорово. Здорово. Дай бог, да, что все такие работодатели были глубоко понимающие, да, душу обычного работника. Лен, еще вот, Глеб, я хотел бы с вами поговорить о чем важная тема. Она в последнее время тоже достаточно часто обсуждается. Это вот это удаленные, удаленные, да, возможно, удаленного доступа, как это правильно, я не знаю, произнести. Вот об этом несколько слов, пожалуйста, расскажи. Сейчас действительно есть тенденция, причем, ну, не только для айтишников, а в целом для всех, ну, и, ну, наверное... Это не совсем фриланс все же, да? Нет, абсолютно. То есть они также контролируются. Там есть определенный чип, который показывает, что человек работает, или у него компьютер заблокирован там, или выключен. Вот, но это позволяет, особенно если офис находится не очень удобно, ну, Москва все-таки большой город, если говорить про Москву в частности. Конечно, плюс пробки, да? Поэтому пробки неудобно добираться. И это действительно позволяет людям иногда там какой-то период в месяц, или там раз в неделю работать из дома, или работать там из другого офиса, который не его, а у компании может быть несколько офисов. Это очень много плюсов в этом есть, потому что, ну, во-первых, если рабочий процесс не останавливается, человеку не нужно брать дайвов, если у него какие-то жизненные обстоятельства, он может работать так же из дома, или там полдня он может посвятить себя работе. И второй момент, это, ну, как следствие вот этого удаленного доступа, сейчас начинают уходить от привязки к рабочим местам. То есть, ну, становится такая тенденция, ну, появляется она в основном в западных компаниях, что у каждого, ну, вот есть некие рабочие пространства, ты приходишь к своим ноутбукам, ты включаешь его, если хочешь, можешь сидеть на диване работать, если хочешь, можешь работать за столом, можешь работать за столом у окна. И вот, ну, в российских компаниях, вот мы хотим сидеть у окна, почему бухгалтерия всегда сидит у окна, а мы не сидим, вот это уходит. И вот эти внутренние какие-то... Бухгалтерия всегда в отдельном кабинете, у них там чайничек есть, а мы тут на ходу, вот это несправедливость. Да, это тоже, мне кажется, такой, ну, частично плюс, частично минус, потому что русская ментальность, она тяжело переходит на это. Как же так, у меня столько в полке всяких документов, а тут все. Глеб, возможно, то, о чем мы сейчас говорим, о том, что Лена рассказывает, об удаленном доступе на рабочие места, можно это назвать тоже некой тенденцией? Да, однозначно, за последние, если не ошибаюсь, 2 или 3 года количество, доля вакансий на полный рабочий день сократилось с 95 до 76, что ли, процентно, я сейчас не помню, но очень сильно. Сократилось, да. Да, и именно за счет удаленного доступа, именно за счет того, что все больше и больше открывается подобных вакансий. Конечно же, в первую очередь это офисные сотрудники. Ну, например, в нашей компании это очень активно используется. У нас есть люди, которые, в принципе, удаленно работают. Ваши сотрудники, я имею в виду, да, ты имеешь в виду? Да, да, то есть сотрудники компании Headhunter. Но точно так же все-таки в большинстве своем мы стараемся находиться в офисе, потому что есть вопросы, которые лучше решать, глядя человеку в глаза. Но совершенно спокойно мы периодически работаем удаленно для решения каких-то вопросов, когда мы предполагаем, что мы больше потратим времени на дорогу. То есть здесь, конечно, в первую очередь экономическая целесообразность у нас, когда мы действительно понимаем, что лучше поработать из дома и не тратить 3-4 часа на переезды. Лена, а вот если с точки зрения работодателя, с точки зрения владельца бизнеса, ну или, в общем, рулевого, какие минусы вот в этом удаленном доступе? То есть минус только связан с тем, что невозможно контролировать достаточно? Или есть эффективность, трудоспособность падает, эффективность работы может быть не такая, как если бы он сидел в офисе все время в этом кабинете? Я думаю, что если на этапе отбора работодатель внимательно относится к мотивации человека и в итоге подобран коллектив, который мотивирован на результат, и его не нужно так детально и пошагово контролировать, то в целом я минусов таких очевидных не вижу, потому что команда делает то, что должна делать, и если она физически не должна присутствовать в офисе, то эффективность не падает абсолютно. Поэтому тут даже наоборот идет экономия на аренде, потому что не надо экономить столько, точнее, не надо арендовать столько рабочих мест, ну, на всех расходах, на электроэнергию и прочее, потому что этот человек делает в каком-то другом месте. Ну, можно, тем не менее, говорить о том, что не каждая трудовая деятельность, к сожалению, может... Дело даже не в трудовой деятельности. Я бы, на самом деле, говорил бы не о том, что есть люди, которые способны работать удаленно, а о том, что есть менеджеры... Профессии еще какие-то. Ну, да. Нет, я бы хотел сказать о том, что есть люди, которые могут организовать работу удаленно, своих подчиненных, и те, кто не могут. То есть кому-то требуется общение, потому что он так сможет более оперативно реагировать и видит по тому, как люди себя ведут, что происходит с его командой. То есть это ему нужно прежде всего, да? Да, да. Я бы скорее говорил о том, что здесь связано с идеологией компаний. Есть компании, которые эффективны будут при удаленном доступе. Есть компании, которые эффективны будут только при очной... При этом они занимаются одним и тем же, предположим, да? Это скорее люди. Это скорее люди. Все-таки бизнес – это люди. И в большей степени я бы завязывался на первых лиц компаний и людей, которые непосредственно с ними работают. Это опять, да, если говорить то, примерно из чего ты сказал, некая политика компании. Вот такая вот эта компания. Примеры, тем более, ты приводил, да, вот этих вот замечательных релаксирующих вещей. Это просто, да, я так понимаю, руководство вот решил, оно могло бы так и не делать, правильно? Конечно. Оно решило, да, мы видим вот так взаимоотношения с нашими сотрудниками и позволяем им это делать. Ну и надеемся, естественно, на отдачу, да? Отдача, как правило, бывает все-таки позитивна, да, Лена? Абсолютно, да. Это очень сильно мотивирует людей на то, чтобы эта компания дала возможность, а другая не дала, поэтому останусь буду лояльна к этой компании. Кстати, выбор того самого работодателя по этому параметру может тоже быть? Может быть, абсолютно. Особенно, если дети. То есть приходят к вам, да, в поиски работы и говорят, вот мне бы хотелось туда устроиться. Ну, бывает такое, ну вот особенно, когда девушки выходят из декрета, они говорят, вот мне очень важно, чтобы там три дня в неделю я могла работать из дома. Это вот для них очень мотивационный фактор, и они готовы снижаться по зарплате ради этого. Серьезно? Ну, такое, к сожалению, сейчас это только тенденция, пока это не популяризировано так, чтобы мы могли предложить им аж выбор таких компаний. Такого нет. Такого нет, к сожалению. С такими компаниями охотятся. Да, да. Ну, дай бог, дай бог, чтобы охота продолжалась, чтобы была охота удачной, да, как говорили в одном из местных мультфильмов. Огромное спасибо моим уважаемым гостям. Я напомню, сегодня в студии сухого остатка были Глеб Лебедев, директор по исследованиям Headhunter, и Елена Гудович, старший консультант кадрового холдинга Ankor. Уважаемые слушатели, мы сегодня говорили на тему рынка труда в России. Основные тренды мы озвучили достаточно очевидно. Ну, и, что важно, да, были сегодня конкретные рекомендации в ваш адрес, что нужно делать, чего не нужно делать, когда вы устраиваетесь на работу, когда вы хотите занять достойное место с достойной оплатой. Я надеюсь, это было слышно, я надеюсь, это было понятно. И поэтому еще раз благодарю вас за внимание, благодарю моих гостей, что нашли время посетить сегодня студию. Уважаемые слушатели, всего вам хорошего, услышимся, как всегда, в сухом остатке. Всего доброго, успехов на рынке, до свидания.